Никому тупо не могу дозвониться для того, чтобы попросить переночевать. Расскажи, какие процедуры у тебя были, Кирилл? В этот момент ему две девушки делают маникюр, а третья делает ему кое-какую другую процедуру. А что у вас происходит тут? Проводят сеансы. Вот мы купили для Вики новый телефон. Атос, потос, арамис, пиздос. Приехал я в Киев, и приехал я без ключей от своей квартиры. А все дело в том, что я забыл у Викиных родителей ключи дома. В общем, мы у Вики дома решили постирать мои штаны. Я выложил ключи на стол, или я не помню, кто их выкладывал. Но, в общем, суть в том, что мои ключи от квартиры остались в Лубнах. А я сейчас в Киеве, Вика тоже в Лубнах. Фиг с ним, что я пока себя сам не могу найти, где мне переночевать сегодня. Так самое хреновое это то, что Дилан остался один в квартире, и он уже там два дня. Ну, то есть, сегодня второй день. Я реально не знаю, что делать. На меня-то пофиг, но мне кота так жалко. Это пипец, я не представляю, как он там бедный. Там уже у него и кушать по-любому не осталось, и воды по-любому не осталось. И я, блядь, не знаю, что делать. Это уже почти 11 вечера, и я никому тупо не могу дозвониться для того, чтобы попросить переночевать. О, мне как раз звонит Вова, может быть, пустит меня. Я ему писал смс-ки просто, а не хотел разбудить. Алло. Позвонил только что Вова, любезно разрешил мне остаться у него дома. Вся проблема еще в том, что его дома нет, дома есть только его девушка, а он сам в Полтаве. И это, блядь, настолько некомфортно для меня максимально. Но Вова говорит, что все норм, чтобы я не парился. Еще и камера разряжается. Ебать, я просто лох, блядь, сказочный. Это пиздец. Это будет просто супервиздение, если сегодня меня здесь не отпиздят и не отберут весь лут, который я так долго покупал. Потому что здесь ходят чувачки в бойцовских футболках и коротких шортах и смотрят на мои зауженные штанишки. Оборачиваются постоянно, ну в общем. Уже, в принципе, париться и переживать нефиг, потому что вопрос с ночлегом уже разрешен. Я и до этого не особо унывал, просто расстраивает сама ситуация в целом. Как я лоханулся и какой я растяпа, что я не забыл, не проверил, взял ли я ключи или нет, понимаете. Блин, вот это вот меня сильно расстраивает. А так в целом все живы, здоровы, все хорошо. Привет, people. Ха, какой я крутой. Ну что я вам хочу сказать. Вчера я удачно приютился. Меня тепло встретили, накормили, напоили, постелили. Я выспался и с утра поехал на работу, а там после обеда уже приехала Вика. Она спасла кота из заточения. Она кормила, его напоила, поубирала и моя душа была спокойна. Фух, всем привет, друзья. После тяжелого рабочего дня я направляюсь во фризер для того, чтобы встретиться с Сашей и с Кирюшей. Нас ждут сегодня приключения. Кирилл Павлович Император сегодня выравнивает себе волосы, принимает спа-процедуры и все в этом духе. А я, блин, уже настолько заевался. Мне, кстати, и самому не мешало бы подстричься, потому что я уже давно не стригся. Я записался на воскресенье сегодня, что у нас среда или четверг. Я тоже скоро уже туда попаду. В Киеве сейчас невероятное жарище, около 30 градусов. Но из-за того, что я хожу на работу, мне приходится носить брюки. Правда, прямо классическими брюками это назвать трудно, но все же. Но типа штаны, в шортах нет никак. А я так мечтаю, чтобы просто надеть шорты и ходить, и все, у тебя все провивается. Тебе не жарко, тебе комфортно, майку какую-то надень, и все, блин. Как я уже хочу, боже, поскорей бы выходные, лишь бы для того, чтобы я мог спокойно и комфортно себя чувствовать, когда я гуляю по улице. Кстати, так как у меня на канале уже появилось много новой аудитории, то я думаю, нам стоило бы познакомиться немножечко поближе. И по этому поводу я хотел бы записать видео, там, 10 фактов, там, или, например, 25 фактов о себе. Напишите в комментариях, хотели бы вы этого или нет. Если вам будет интересно, то я обязательно сниму такое видео. А пока оно не вышло, новые зрители могут посмотреть у меня на канале видео ответы на вопросы. Там я давал исчерпывающий ответ на самые часто задаваемые вопросы, которые мне писали мои подписчики в комментариях под видео, в инстаграме, в дайрект и так дальше. О, кого я вижу. Кирилла, наверное, уже подстригли, побрили. Меня только брили, меня еще не стригли. Приветик. Расскажи, какие процедуры у тебя были, Кирилл? Ну, пока что такая борода, видишь, какая она у меня ровненькая. Башку еще Дима должен приехать. А, Дима будет приезжать. А ты нашел этот утюжок, который вы рады? Да, есть. Понимаешь, у Кирилла просто мастер на все. Мастер на бороду, мастер на укладку. Бороду мне делает лучше чувак по бородям. Он мастер-классы другим проводит. А я тоже на воскресенье записался к какому-то чуваку. Скажешь мне, мастер он или нет, может, стоит отписать? А куда? Так, третий сюда? Да, сюда. А к кому ты записался? Сейчас скажу. Скажи мне, как его зовут. Александр Сидорянский. А, нормально. Сидорянский тебе навалит по полные уши истории, но сделает он тебе все хорошо. Сидорянский хорошо стрижет. Все, тогда я спокоен. Ждите в следующем видео мою новую стрижечку с фризером. Блядь. Из-за хронического недосыпа я уснул прямо в барбершопе. Дима заходит, и я тут такой развалился. Дима даже не увидел, я завтыкал. Смотри, Дима, я очки такие. Кирилл, шо? Залют. Ты, Кирилла, будешь стрижь сегодня? Если повезет, Кирилл. А как стрижка называется? А у Кирюши называется этот, звездный десант. Звездный лорд. Звездный лорд, Кирюш. Кератиновое выравнивание волос будет за вас? Ну да, у Кирюши целая процедура. В этот момент ему две девушки делают маникюр, а третья делает ему какую-какую другую процедуру. И он по-другому не соглашается уже. То есть ты так его сейчас заманиваешь во фризер? Нет, он сам наговорит. Я так хочу. Что ты себе думаешь? Это какой-то чувак электрон, блядь. Кирюш, ты жок с 2007 года остался, типа. Это челки выравнивали, помнишь? А это керамическая вроде там вот такая. Ты выравнивал челочку? Ну, так мне Саша волосы ровнял. Так серьезно? Не, серьезно. Саша, поровняй мне волосы. В моем последнем влоге самые внимательные из вас заметили, что у меня на подоконнике вот здесь вот лежала некая белая коробочка. И, блядь, посыпалась такая мне куча вопросов и под видео, и в дайрект, в личку, в ВК, везде. Что это за коробка? Это же айфон 10. Где ты его взял? И все в этом духе. Я не хотел об этом рассказывать. Ну, типа, блин, раз уже спалили, то, ну, теперь придется. В общем, Вика уже очень долго ходит с шестым айфоном. Он уже ужасно глючит, там сильно разряжается батарея, и полной зарядки хватало, ну, где-то на часа два работы, и все. И он выключался, и надо было заряжать снова час, чтобы он еще два часа проработал. То есть, ему уже была полная хана, и надо было покупать Вике новый телефон. Часть суммы она накопила сама, а часть суммы я выиграл в казино Вулкан, доложил ей, и, в общем, вот мы купили для Вики новый телефон. Чтобы вы не говорили, что это какая-то наебка, то... Это айфон 10, все и так уже, я думаю, поняли. Сейчас включим, может, это, блядь, я муляж купил и выебываюсь перед вами. Ну, вроде, видите, яблочко загорелось, белый цвет. И почему я его до сих пор, кстати, не распечатывал с прошлого видео? Потому что первый раз я купил айфон с черной задней крышкой. И лишь придя домой, я понял, что, блядь, все же девушки любят белый цвет, всем надо белый задник. И в итоге я сначала дал этот телефон Вике, а потом уже понял, что она хотела, наверное, белый. Я предложил его поменять, и в итоге я его поменял. И сегодня я уже забрал новый, вот видите, в таком цвете, более женском. Поэтому, если вы тоже хотите айфон 10 или что-то, может быть, попроще, вам стоит зайти на Казино Вулкан. Ссылочка есть в описании. Перейдя по моей ссылке, вы получите двойной депозит и получите возможность выиграть неплохую сумму. Но главное в этом деле не заигрываться. Вот я придерживаю свое правило, и у меня всегда все получается. Поэтому, если вы не хотите проиграть, а хотите поднять нормально баблица, то умейте вовремя остановиться. Желаю всем удачи. Здравствуйте. А что у вас происходит тут? А что с человеком? А все нормально? Это вы ему позвоночник ровняете? Да? Ну, это ему так полежать надо чуть-чуть, и ему лучше потом станет, да? Вот так вот у нас в центре Киева на Контрактовой площади проводят сеансы мануальной терапии. Пришел на свое любимое место, на набережную, к воде. Расслабиться, побыть одному, послушать, дисциплировать комплиты, которые сейчас играют у меня в наушниках. И подумать о своем. Я во многих видео уже рассказывал о том, что я люблю так делать. Приходить, смотреть на воду и слушать музыку. Размышлять на разные темы. И в этот раз я хотел бы с вами поделиться кое-чем, что я для себя вот недавно принял. А именно то, что надо уметь радоваться моменту и ценить именно момент. Я до вчерашнего дня думал, что в принципе я тот человек, который умеет радоваться моменту, умеет жить моментом. Но оказалось, что нет. И сейчас попытаюсь вам объяснить, о чем я. Вот, например, у вас выходной день. У вас все круто. Вы выбрались на природу, на шашлыки. Но до конца расслабиться у вас не получается. И не выходит насытиться удовольствием вот на все 100%. Потому что, например, у вас осознание того, что вот завтра на работу. Вот если бы мне завтра не было бы на работу, у меня бы все было бы круто. А так как завтра на работу, то ну типа все не так и классно. Я часто ловил себя на этой мысли. Блин, а почему так? Чего я не могу вот на все 100% получать кайф от момента, от сегодняшнего дня? Просто задумываясь, что блин, а что будет завтра? Да нет, это неправильно. И когда я это осознал, жить стало проще как-то и лучше, и веселее. И вот только в 23 года уже, вдумайтесь, да, в 23 года только я к этому пришел. Но я рад, что хоть сейчас они, некоторые люди вообще никогда к этому не приходят. Я хотел бы рассказать еще об одной особенности нашего мозга. Вот бывало у вас так, что когда вам не надо никуда просыпаться, вы, например, в отпуске или у вас каникулы в школе, вы легко, свободно можете проснуться в 6 утра. В 5 утра. Но когда вам надо на работу, когда надо вам спешить куда-то, надо в школу, вы обязательно оттягиваете этот момент, вы спите до последнего, вам трудно, тяжело вставать. Все так херово, как будто бы, я не знаю, как будто бы вы, блин, вообще не поспали. И это есть особенность нашего мозга. И то же самое происходит и в тех случаях, которых я описывал перед этим, да, что мы не можем получать удовольствие полностью, осознавая то, что завтра там будет другой день, и мимо этого у нас есть какие-то проблемы. Блин, реально надо пытаться как-то расширять границы своего сознания и пытаться наслаждаться моментами, радоваться тому, что есть сейчас. Не углубляясь в какие-то проблемы, которые надо будет решать там завтра, послезавтра или в следующем году, кто-то, погружаясь в проблемы будущего, не может наслаждаться настоящим, и это очень печально на самом деле. Не надо так делать. Люди не ценят то, что у них есть сейчас, и всю жизнь стремятся там заработать больше денег, получить там лучшее образование, получить работу лучше, там, стараясь накопить на классную квартиру, там, на машину новее. А не забывай жить сейчас, настоящим, тем, что у тебя есть сейчас. И, блин, это настолько фигово. Я же говорю, что я просто до вчерашнего дня думал, что я один из немногих, кто умеет радоваться моменту, а оказалось, что нет. Я сидел в парке с друзьями, и был очень классный день, светило солнце, все было круто, я слушал музыку в наушниках, рядом классные люди, и все, блин, казалось бы, офигеть, как круто. Я такой думаю, блин, а вот если бы я смог бы делать вот так каждый день, если бы мне завтра не пришлось идти на работу, и вообще тогда было бы круто, вот сейчас бы я тогда кайфовал бы. А потом ловлю себя на мысли, так подожди, а какая разница? То есть, если бы завтра мне не надо было бы идти на работу, то сейчас бы я кайфовал, а если завтра мне надо идти на работу, то сейчас я не могу кайфовать. Почему, блядь? Вот почему? Я такой понимаю, блядь, как это тупо. А почему я не могу сейчас насладиться? То есть, суть от этого не поменяется, да? День же от этого не изменится. Солнце как светило ярко, так и светит. Люди, которые тебя окружают, как были хорошими, так они и остаются ими. И у тебя настроение, как и было классное, так оно остается классным сейчас, вне зависимости от того, что будет завтра. Так, блядь, зачем себя грузить какими-то проблемами, которые у тебя будут там завтра, послезавтра или в следующем году, если можно просто кайфовать от жизни, которая есть сейчас. Я надеюсь, у меня получилось донести вам свою мысль. И мне будет приятно, если я кому-то помог тоже немножечко сдвинуть свои границы сознания и быть хоть чуточку, но счастливее. Субтитры сделал DimaTorzok